Иное измерение русской культуры Лев Александрович Мей Деревня Посвящается Надежде Дмитриевне Половцевой Вступление Желали вы, я вам обещал, припроводить слияние послания с идиллией. Не то, чтобы постараль, а так, стихи. Приличного названия пока еще я к ним не подобрал, но входят в них мечты, воспоминания, намеки, грусть, природа при луне. Короче, все, что нужно вам и мне. Вот вам стихи, как следует, с кондовкой и с рифмами. Надеюсь, прочитать вам лично их с приличной обстановкой. Весенний день начнет уж догорать, и вы, склонясь ленивой головкой, задумчиво мне будете внимать. Кто первый роль не выдержит, не знаю, увидим там. Теперь я начинаю. Станица Покровская, 1847 год. Часть первая. Они прошли, прошли былые дни, спокойствие вдали от шума света. Когда же опять вернутся к нам они? Конечно, мы дождемся снова лето. И двадцати трех градусов в тени. Но эта лень, невозмутимость эта. Не верится, что вновь когда-нибудь мы усладим ей жизненный наш путь. Я восставал на жизнь тех домоседов, помещиков, которые, что ай, в своем дупле в углу отцов и дедов сидят весь век, чем их не вызывай. Теперь их лень я понял. Грибоедов давно сказал «Деревня летом раи». Да, в хорошо устроенных именьях блаженна жизнь, как в праведных селениях. Вы помните? Бывало мы в саду сидим в тени. По листьям ветер жаркий лепечет что-то, как больной в бреду. Над нами вяз темно-зеленой аркой спускается. Луч солнца по пруду бежит струей чешуйчатой и яркой. Рой пчел жужжит на полевых цветах. И воробьи чиликают в кустах. Сидим. В руках дымятся папиросы. Лень курить. Лениво ищет взор знакомых мест. Вот нивы. Вот покосы. Дорожка на зеленый косогор. С малиной и клубнику и подносы нетронуты стоят. И разговор чуть вяжется. Не хода прогуляться. Да как с камьей дерновою расстаться. Вот вечером. Часть вторая. Да, вечером пришлось переписывать и к былому полустишью. Но сколько лет между нами пронеслось. Но как давно по кровскому затишью я стал чужой. И как давно мы в розе. Не сельской я, а городскую мышью по чердакам. Не в зелени полей глажу листы печатанных статей. Конечно, пища вовсе не дурная. И много пользы от нее подчас. Но все-таки о прежнем вспоминая я умственно не отводил бы глаз от он их мест потерянного рая. Не Мильтона, могу уверить вас. Где услаждали молодость не книги, а лес да луг с живой змейкой с книги. И точно, речка чудно хороша по вечерам. Тогда жара отхлынет, и полной грудью на воду душа зеленый берег понемногу стынет. То ветвь сосны, то стрелку камыша прозрачной тенью в воду опрокинет, и тень за тенью стройны и легки лениво тонут в пурпуре реки. Как весело тогда по косогору промойной песчаной на коне взбираться вверх к темнеющему бору и кланяться то еле, то сосне, чтоб веткою колючей без разбора не наклонялись сонные они. Но вот и гребень глинистый обрыва, багровый весь от зорного отлива. И что за вид оттуда за рекой? Не знаю, вам, а мне тоска сжимала всю внутренность рукой ледяной, когда с обрыва я глядел, бывало, вниз на реку. Зато, о, Боже мой, рвалась я вон душа и ликовала, и призраком казалась печаль, когда смотрел я за реку в ту даль. В ту даль, где я оставил много-много и радости, и жизни молодой, куда велась знакомая дорога. Но я боюсь, вам надо есть с собой. Забылся я, простите, ради Бога. Мы с вами на обрыве за рекой. Уже темно. Огни зажглись в избушках. Заря погасла на лесных верхушках. Под нами сетка из цветов и трав. Весною опрокинутый стаканчик Льет запах ландыш, под кустом припав, И мотыльком порхает одуванчик. И к холке ухо левое прижав, Мотает мордой ваш гнедой буянчик. Упрямится. Нельзя ли щипнуть травы? Да не дают. Его упрямей мы. Хоть несколько боитесь, Если ухо прижмет он к холке, А домой пора, пока росы нет на поле и сухо. Вот лай собак с господского двора, И стук колес донесся нам до слуха. К вам гости. И, наверное, до утра. Вголоп буянчик, право опоздаем. Десять бьет все общество за чаем. 1849 год Читал Евгений Брасов-Брушковский Напечатано в том и первом Полного собрания сочинений Льва Александровича Мея Санкт-Петербург Издание товарищества Маркс 1911 год Санкт-Петербург Санкт-Петербург